Всем привет из Израиля! Мы сейчас находимся накануне очень важного дня, праздник Шавот. Приближается уже совсем скоро, начнется день дарования Торы, один из трех самых важных праздников, которые есть в еврейском народе. Три раза написано, что евреи должны прийти в Иерусалим, собственно, я здесь сейчас и нахожусь, для того, чтобы принести там Богу жертвы и для того, чтобы отпраздновать этот день. Праздник Шавот, он особенный не только своей спецификой праздничной, но еще очень важный момент. В этот день принято кушать молочные продукты, и о связи между этим праздником и молочкой я бы хотел поговорить сейчас. У меня был один знакомый, он мог привести 40 причин, почему в Шавот едят молочную еду. Я вам расскажу всего три самые основные и самые важные. Причина номер один. Дело в том, что когда евреи получили Тору впервые, это был Шаббат. Как известно, с момента получения Торы, евреи получили также законы кашерута, в том числе законы правильного питания, и также законы того, как нужно правильно забивать скот, как нужно правильно делать шхиту, забой, кашерный забой скота. И одна из вещей, которая была, что в Шаббат не делают шхиту, и поэтому единственная возможность, которая была у евреев в то время, что-то покушать, это была возможность есть молочное. Поэтому с тех пор, точно так же, как впервые, в первый день, в первый раз, когда евреи отмечали Шавот, они кушали только молочное, так же и сегодня мы едим только молочное. Причина номер два, она на самом деле более глубокая. Дело в том, что молоко на еврите халав. Числовое значение этого слова по гематрии это сорок. Так же само Моисей, когда поднялся на гору Сина, он провел там целых сорок дней, учил там Тору вместе со Всевышним, познавал все законы, все детали, все нюансы для того, чтобы в дальнейшем передать это еврейскому народу. И поэтому плотная связь, внутренняя связь между числом сорок, халав, молоко и между праздником Шавот, она прослеживается так же здесь. И причина номер три, говорит царь Шлумо, царь Соломон говорит следующую вещь. Говорит, что и будет мед и молоко у меня под языком. Мудрецы объясняют, что речь идет о Торе. Торе, оно сравнивается с молоком очень часто. И так как Хак Шавот, праздник Шавот, это день дарования Торы, то самое важное, что мы хотим получить в этот день, это чтобы Тора проникала в нас, вовнутрь, точно так же, как и молочные продукты попадают внутрь нас. Так что, ребята, хочу пожелать вам веселого, вкусного праздника. Получите эту Тору радостно и не забудьте, самое важное, что нужно сделать в этот день, это прийти в синагогу для того, чтобы послушать 10 заповедей. Хак Шавот Самех.